Всем привет братва! На днях после видео, которое я выложил предыдущее, я там рассказывал немного про крышку расширительного бачка и на почту написал мне человек, чтобы я снял отдельное видео по этой теме и рассказал более подробно как выявить тот факт, что крышка работает ненормально и в этом видео я сразу же хочу добавить, потому что многие люди всего этого не знают и действительно вот с такими вот крышками они катаются, то есть эксплуатируют автомобиль по несколько лет я хотел бы сказать в свое время для тех, кто это не знает и никогда может быть об этом не слышал что это деталь, которую нужно менять хотя бы раз в год, раз в полгода то есть это своего рода является таким вот небольшим расходничком, с которым ни в коем случае нельзя ездить и эксплуатировать автомобиль вот с такой вот крышкой, ну больше года я бы не рекомендовал работает она нормально или работает она ненормально, ее нужно менять хотя бы раз в год но я меняю раз в полгода, это обязательно ну и как бы я так понимаю, так как люди все-таки просят, чтобы я снял отдельный видеоролик именно по этому поводу я так понимаю, что вообще много людей не понимают всего этого механизма и как он работает потому что также нашлись люди, которые опять же доказывают тот факт, что эта крышка абсолютно ни на что не влияет она работает как крышка, просто как крышка, то есть закрыть расширительный бачок но то, что есть здесь два клапана, вот на этой крышке они как бы в одном таком корпусе и вот два отверстия, один нагнетает давление, если его не хватает а второй клапан, к примеру, стравливает давление, если его чрезмерно в системе охлаждения но люди умудряются доказывать тот факт, что эта крышка ни на что не влияет я сейчас в двух словах расскажу, какая у нее роль стравливает давление это когда у нас в системе охлаждения чрезмерное давление то есть когда патрубки, вот эти вот патрубки сильно такие жесткие их нельзя не сдавить, ничего, вот у меня вот жесткий патрубок но это как бы нормально, он легко продавливается потому что у меня новая крышка и после того, когда мы на автомобиле с вами покатались и поставили его где-нибудь во дворе у нас в системе остается давление давление, которое нужно но если есть в системе чрезмерное давление эта крышка должна все это давление стравливать то есть спускать, другими словами если всего этого крышка не будет делать потому что по каких-то из причин клапан закис, заржавел потому что антифриз не все меняют я так тоже понимаю часто его никто не меняет и по этой причине он закисает и свою роль он либо делает не до конца либо не делает вообще когда мы с вами оставляем автомобиль во дворе и глушим двигатель у нас в системе находится чрезмерное давление и это давление некоторое время оно особо не вредит для двигателя и для системы охлаждения но через некоторое время начинает раздавливать патрубки патрубки начинают рваться, лопаться антифриз начинает бежать повсюду где только можно под автомобилем люди находят лужи вот один из этих клапанов когда у нас не хватает давления то есть нагнетает давление эта крышка еще это я говорю о том когда давление не хватает и нормальной циркуляции жидкости по системе нет поэтому нужно давление нагнетать то есть добавить давление в систему охлаждения для того чтобы получилась нормальная циркуляция в системе охлаждения то есть чтобы нормально двигалось По двигателю, по радиатору, по расширительному бачку Чтобы жидкость бегала, скажем так Если, опять же, этот клапан не работает Жидкость стоит на месте И циркулируется она очень плохо Несмотря на то, что помпа постоянно у нас качает Так, ну и как уже многие догадались Эту крышку, в принципе, проверить Как-то так, работает она или не работает В принципе, глазами нельзя Единственное, что мы с вами можем проверить Так это то, или целая она, или целая уплотнительная резинка здесь Или целая она сама по пластику И как, в принципе, ее проверить Сейчас я вам подскажу пару таких нюансов Как можно ее проверить и определить тот факт Что крышка эту свою работу, которая у нее есть Она не выполняет Либо стравливает давление, либо не нагнетает И первый такой признак То, что эта крышка не справляется со своими задачами Это когда вы приехали домой Вы где-то поездили в городе или за городом И некоторое время, достаточное время автомобиль работал И он набрал свою рабочую температуру Вы приезжаете домой Минут 10-15 проходит Вы после открываете капот Все это у вас закручено Ничего здесь не трогаете И трогаете те патрубки, к которым у вас больше всего есть доступ Вот, к примеру, у меня от радиатора Системы охлаждения Вот у меня, к примеру, вот к этому патрубку есть хороший доступ Вы его трогаете Если он легко продавливается То есть сжимается Все нормально Если же он дубовый И его нельзя ни согнуть, ни сжать Там с определенным, конечно же, усилием Это значит, что крышка давления не стравливает Хотя прошло 15 минут И патрубок уже должен свободно, нормальненько сжиматься Друзья, еще один такой немаловажный момент Который нельзя пропустить мимо глаз Это то, что автомобиль очень часто нагревается К рабочей температуре, когда включается вентилятор То есть еще один такой момент, на который всегда обращайте внимание Это когда очень часто, быстро точнее и часто греется автомобиль И срабатывает вентилятор Вот если мы ездим с вами в городе Понятно, что это в основном пробки и медленные движения Но несмотря на это, вентилятор практически у вентилятора Там минута-две и опять он включается Ну, конечно, все это зависит от автомобиля И от охлаждения От системы охлаждения Но у меня, вот буквально я вчера поменял вот эту вот крышку Я ездил на старый долгое время И очень часто срабатывал вентилятор То есть где бы я ни ехал, вентилятор включится Температуру собьет до 85 градусов Я проехал буквально там 3-4 минуты На той же, допустим, третьей передаче Проходит 4 минуты И у меня включается обратно этот самый вентилятор И обратно он на 90 включается И обратно он сбрасывает мою температуру К 85 градусам Поэтому я поменял вот крышку И за сегодня я катаюсь точно так же Как катался я все это время И у меня ни разу не включился вентилятор Я даже вижу вот на датчике Когда у меня температура доходит до 85 градусов И я вижу, как на термостате открывается большой круг Большой круг это когда Жидкость начинает идти по большому кругу Не через расширительный бачок А через радиатор И таким образом она Жидкость встречным ветром Она охлаждается По маленькому кругу Это когда жидкость идет через расширительный бачок Для того, чтобы Жидкость быстрее нагрелась Вот таким образом, друзья Мы с вами можем определить Что с крышкой какая-то проблема Другая ситуация может быть такая Что автомобиль нагревается до той температуры Когда включается вентилятор Вентилятор начинает работать Температура не падает Это тоже, а наоборот растет Это тоже обращайте внимание на эту крышку Потому что она такая паскудная Что может вам сделать неприятную пакость В самый неподходящий момент Поэтому, если для вас этот видеоролик был полезен И вы для себя черпнули какой-то полезный материал Обязательно подписывайтесь на канал Жмите лайк И не забывайте нажимать на колокольчик Всем пока!